Ассаляму алейкум и рахматуллахи ва баракатух. Если совершить зло из ненависти к злу, то проявленный вами гнев и ненависть породят лишь только новые конфликты. Естественным последствием гнева является злоба и ненависть. О том, что гнев является порицаемым качеством, говорится во многих хадисах. Один человек попросил пророка, благословит его Аллах, приветствует, сделать ему наставление. И получил такой ответ – не гневайся. Тогда этот человек повторил свою просьбу еще несколько раз, но каждый раз получал один и тот же ответ – не гневайся. О том, что гнев – пагубное чувство, и о том, как бороться с ним, мы поговорим в сегодняшней программе. Всем нам известно, что гнев – это такое чувство, которое возникает в человеке, и когда чувство недовольствия, которое возникает в человеке, когда не удовлетворяется, может быть, в какой-то степени его нужды или же потребности. То есть часто бывает, когда человек гневается. Вот гнев сам по себе, он порицаем в исламе. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует во многих хадисах, призывал нас сдерживать гнев, не гневаться. Он учил нас, как нужно сдерживать гнев, потому что это очень важно. Ведь если человек гневается, вот в порыве гнева, понимаете, человек, он теряет рассудок. Он может не контролировать себя. И в порыве гнева он может совершить такие деяния или же произнести такие слова, о которых впоследствии он будет сожалеть. Он может совершить то, что невозможно будет изменить, невозможно будет исправить. Он может обидеть человека так сильно, или быть может причинить ему какие-то другие страдания, которые впоследствии может быть даже очень трудно исправить. Вот часто, к примеру, к нам приходят люди, девушки, женщины, с вопросом или же с жалобой на мужа, по той причине, что во время гнева муж дал талак, развелся. Понимаете, да? То есть мы знаем, что в исламе, скажем, никах совершается словесно. То есть я согласен, я беру тебя в жены, а девушка дает свое согласие. То есть словесно совершается никах. Точно так же и развод. То есть развод достаточно произнести одного лишь слова. Развод. Или же я даю тебе талак, ты разведена, уходи из дома, ты мне больше не жена. Да, подобные таким словам произносятся очень часто во время гнева. И вот это опасные слова, это страшные слова, которые на самом деле приводят развод в действие. То есть произнеся эти слова, никах, он нарушается. Люди не контролируют себя во время гнева и дают развод своим женам. И этот развод, он может быть окончательным, который уже не дает возможности вернуть жену. То есть поэтому во время гнева также могут совершить другие какие-то плохие поступки. Кто-то может ударить, кто-то может избить и даже убить человека во время гнева, не так ли? Поэтому ислам побуждает нас сдерживать свой гнев, не гневаться, не сердиться, быть терпеливым, быть, смягчать свой гнев, быть милосердным. То есть контролировать свои эмоции это очень важно. К этому призывает нас ислам, к этому призывает Куран, к этому призывает посланник Аллаха, салла Аллаху алейхи вассалям. Почему пророк, салла Аллаху алейхи вассалям, выбрал именно это состояние человека и завещал нам воздерживаться от гнева всеми возможными способами? Потому что гнев это первый рычаг, который приводит в действие всю машину отрицательных черт нашего характера. Сколько у нас разводов происходит, талахов, только лишь потому, что в гневе кто-то неправильно поняв или неправильно оценив сказанное, один из супругов, он приходит в состояние гнева, который побуждает гнев с противоположной стороны. Это в свою очередь приходит к тому, что шайтан вмешивается, и мы по этой одной пустяковой причине впадаем в такие порой грехи и порицаемые Всевышним Аллахом, субхану атааля, состоянии. Причин для вспышек гнева множество. Это споры, которых истинный мусульманин должен избегать. Это бездумная трата денег. Это пренебрежение мнением подчиненного, то есть в изокомерии. Это излишняя уверенность в себе, и всех этих качеств мусульманину должны избегать, поскольку все вышеперечисленное противоречит канонам шариата. Если праведный человек сможет не просто справиться с этими негативными качествами, но и заменить их противоположными, вот в этом случае нам удастся разрушить саму суть и причины, приводящих к гневу. Сообщается со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха, мир и мой богословение Аллаха, сказал «Силен не тот, кто может повернуть других, силен тот, кто владеет собой во время гнева». На самом деле причин гнева, их много, они разные могут быть, но я думаю, что основная причина, которая заставляет человека гневаться, это самолюбие или же высокомерие. То есть, когда человек любит самого себя больше, чем любит Аллаха, понимаете? Вот это вот основная причина тому, что человек может разгневаться. В хадисах сказано, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не гневался. Мы знаем, что люди причиняли ему много страданий, обижали его, причиняли ему страдания. Бывало так, что они даже били пророка Мухаммада алейхи салам. Они говорили о нем плохо, унижали его, прогоняли его, прогнали его из своего города. Но вместе с этим посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, не гневался на них. Он не гневался никогда, если кто-то причинял страдания лично ему, ему самому. Он не проявлял гнева. Но в хадисе сказано, он гневался тогда, когда кто-то нарушал, посягал на истину. То есть, кто-то нарушал шариат. Кто-то что-то плохое говорил или же делал, причинял зло религии. Или же в адрес Аллаха что-то плохое говорил. Вот в этот момент посланник Аллаху алейхи салам проявлял гнев. То есть, он не гневался из-за того, что если кто-то лично ему причинял какие-то страдания. А гневался лишь тогда, когда кто-то посягал на шариат. То есть, это говорит о том, что человек, если любит самого себя больше всего, больше Аллаха, больше шариата, больше всего, да, то действительно он будет гневаться, если кто-то что-то плохое скажет ему. Или же причинит ему какие-то страдания. Но если любовь к Аллаху превыше любви, самолюбия, да, то он не будет гневаться тогда, когда кто-то будет причинять лично страдания ему. То есть, и если ты гневаешься, да, то здесь нужно уже понять, кого ты любишь больше всего, себя или же Аллаха. Поэтому гневаемся только ради, ради Аллаха. Если идет гнев, только ради Аллаха. То есть, мы сказали, что посланник Аллаха, алейхи салам, никогда не гневался на людей, если они причиняли личные ему страдания. То есть, примеров на это, таких примеров можно привести много. К примеру, мы знаем, когда, помните, когда посланник Аллаха, алейхи салам, отправился в Таиф, для того, чтобы призвать жителей Таифа к Исламу, он пришел с хорошими намерениями, правильно? Для того, чтобы он не пришел туда ради славы, ради денег, ради каких-то мирских благ. Он пришел лишь для того, чтобы наставить этот народ на путь истины. Однако, как встретили жители Таифа, посланник Аллаха, алейхи салам, они стали прогонять его, они стали насмехаться над ним, они стали бросать в него камни, даже собрались дети, собралась толпа и стали бросать пророку Мухаммаду, алейхи салам, камни и палки, прогоняя его из города. Пророку Мухаммаду, алейхи салам, просто пришлось убежать, уйти от них. Они уже поранили ему лицо, текла кровь, ему пришлось убежать от них. И когда он ушел из города, пришел ангел Джибраиль и сказал, «Я, Расул Аллах, Всевышний Аллах, Субхану Атала, видел, как поступил с тобой этот народ. И он отправил к тебе двух ангелов, ангелов гор. Если только ты согласишься, если только ты скажешь, ангелы поднимут эти горы и бросят на этих жителей, на жителей этого города, на Таиф. Таким образом уничтожат их за то, что они причинили тебе страдания». Но посланник Аллах, алейхи салам, никогда не гневается, если причиняет ему лично зло. Он сказал, «Я, Аллах, прости их, я прощаю их». Я надеюсь, что дети этих людей впоследствии будут мусульманами, которые будут поклоняться одному лишь Аллаху, не предавать ему сотоварищей. То есть посланник Аллах, алейхи салам, проявил доброту, проявил милосердие, проявил прощение. Однажды Умар Абн-Хаттаб, мы знаем Умар Абн-Хаттаба, это был справедливый халиф. Мы знаем, он отличался своей справедливостью, своей заботой о умме, о мусульманах. И однажды, когда он находился в маджлисе, среди сподвижников, пришел один человек и начал порицать Умар Абн-Хаттаба при всех, и начал говорить, «О, Умар, ты несправедливый правитель, ты плохой правитель». То есть начал говорить о нем плохо. Умар Абн-Хаттаб рассердился, разгнился. Он готов был встать и, наверное, даже, может быть, и ударить этого человека. Но один из подвижников, пророка Мухаммада, алейхи салам, напомнили Умар Абн-Хаттабу об одном из аятов священного Корана. Он сказал, «Я Умар, успокойся. Разве Аллах, субхану ата'ала, не говорит, «Хузыль афва, ваамур бил урфи, вааариданил джагилин». «Хузыль афва, придерживайся прощения». «Ваамур бил урфи, призывай доброму, хорошему, повеливайся, вешать доброту, доброе деяние». «Вааариданил джагилин» и «отвернись от невежественных людей». Умар Абн-Хаттаб вспомнил этот аят, услышал этот аят, вспомнил этот аят и успокоился. То есть он действует в соответствии с повелением Аллаха, с повелением аятов Корана. То есть так должен поступать каждый из нас. Когда мы гневаемся, важно вспомнить повеление Всевышнего. Важно вспомнить повеление посланника Аллаха, наставление пророка Мухаммада. И это поможет нам всегда сдерживать свой гнев и сдерживать свои эмоции. Однажды некая служанка лила воду на руки, моющего голову Али бин Хусайна. Наливая воду, она нечаянно уронила кувшин, и он упал на главу Али и ранил его. Когда он поднял голову, она прочитала аят из Корана, слава которого гласили «От те, которые скрывают гнев». И тогда он сказал «Поистине, я скрыл свой гнев». Служанка продолжила аят «И те, кто прощают людей». И Али сказал ей «Поистине, я простил тебя». Далее она прочитала продолжение этого аята «И поистине Аллах любит совершающих добро». Тогда Али сказал «Иди, поистине ты свободна ради Аллаха». То есть она была не простой служанкой, а рабыней. И он, Али ради Аллаху Анху, осподил ее ради Аллаха. Скажите, насколько надо возобладать над своим нафсом, над своим эго, чтобы так спокойно отреагировать на случившееся? Я считаю, что каждый из мусульман должен изо всех сил стремиться походить на таких праведных людей. И согласитесь, что если вы сдержитесь и проявите благоразумие, то по меньшем мере вы будете достойно смотреться со стороны. Гнев сам по себе, понимаете, он подобен тлеющему угольку. Вот этот уголек, его можно потушить, а можно разжечь, раздуть костер, пылающий костер, который будет сжигать все, что вокруг нас. И вот как мы поступим в данной ситуации, тоже очень важно, да? То есть гнев, он, у него лишь отрицательные посредства. То есть гнев, мы сказали выше, что может стать причиной раскола в семье. А гнев может стать причиной тому, что человек просто может ударить или же избить и даже убить другого человека. Всем нам известно, что, скажем, в порыве гнева, сколько отцов, скажем, даже избивает своих детей, да? То есть это тоже случается. Гнев, он может стать причиной даже начала войны. Многие войны, может быть, начинаются также в порыве гнева. Поэтому в хадисах сказано, что судья, он не должен выносить решение, не должен судить в порыве гнева. То есть когда он гневается, он должен прекратить, остановить судебный процесс. Потому что в порыве гнева он может вынести неправильное решение. Если мы не будем злиться и спокойно отреагируем даже на очень, скажем так, щекотливые вопросы, то мы в первую очередь сэкономим свои нервные клетки. Что приведет к тому, что спокойствие, которое будет в наших сердцах, поможет нам добиться милости Аллаха. Потому что сабр, то есть само по себе состояние вот этого спокойства, это одно из качеств, которые всячески Всевышним Аллахом, Субхану Ва Тааля, поощряются. Во-вторых, если мы не будем гневаться, то мы сможем трезво оценить ту ситуацию, в которой мы находимся. Помните, все, что вы делаете, видят ваши близкие, а главное, видят ваши дети. И на них в первую очередь отражается тот пример негатива, который вы просто выплескиваете вместе с вашим гневом. Идея гарантии того, что повзрослев, ребенок не будет делать того же. Скорее наоборот, он будет более подвержен таким недугам. Ведь родители – первый пример для ребенка. Нам следует помнить, что последствия гнева могут отразиться не только на нас лично, но и на окружающих нас людей. То есть во время гнева мы можем обидеть другого человека. Это плохо. И вот это проявление гнева, вот этот конфликт, который может возникнуть во время гнева, во время проявления эмоций, может плохо отразиться также и на детях, на наших детях. То есть часто бывает, когда, скажем, супруги, они ссорятся, ругаются. И доходит до таких вот гневных ситуаций, когда уже чуть ли там друг друга не готовы там побить, там, не знаю, избить. То есть вот такая вот неприятная ситуация. И она часто происходит на глазах у детей. Понимаете, да? И вот дети, они все это видят. А дети, они ведь как губки. Они впитывают всю информацию, которая окружает их. Они смотрят на своих родителей, на их поведение, на их действия, как они себя ведут, что они говорят, что они делают. И во многом они учатся именно у родителей, правильно? Всему хорошему и плохому они могут научиться именно у родителей. И вот такие вот сцены проявления гнева, ссор, руганий, да? Они, конечно же, плохо отражаются на воспитании тех же детей, да? Потому что они, опять же, видят, как поступают родители. И есть вероятность того, что в будущем, когда они сами вырастут, они будут поступать таким же образом. Поэтому важно каждому из нас, конечно же, давать хорошее воспитание детям. Да, хороший пример детям нужно давать. Если все-таки происходят ссоры какие-то, ну, в семье не без этого, да? Возможно, что происходят какие-то ссоры. Важно вспомнить, что за нами наблюдают дети. Мы показываем им плохой пример. И, может быть, это тоже должно послужить причиной тому, что мы сдержим свой гнев, да? Не будем ссориться. То есть, перед детьми, тем более, нужно быть очень осторожным и сдержанным. Говоря о богобоязненных людях и отмечая их благородные качества, Всевышний Аллах сказал, «Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, готовному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и горе. Сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро». Именно эти аяты с ссора Алимран повторяла служанка, если вы помните. Всевышний Аллах перечислил в этих аятах несколько самых ярких качеств, свойственных богобоязненным людям, в числе которых назвал и способность сдерживать свой гнев и прощать людей. Мусульманин обязан усмирить свой гнев. Это возвышает его перед ликмом Аллаха. Так каковы же средства исцеления? Давайте подытожим. Как возможно сдержать свой гнев? К примеру, во время гнева важно произнести «Аузу биллях имена шайтана раджим», то есть прибегать к Аллаху от защиты шайтана. Почему? Потому что гнев, он от шайтана, он от сатаны. Понимаете, да? То есть шайтан раздувает в нас этот гнев. Когда человек гневается, его вены набухают, его тело, лицо краснеет, кровь кипит в его теле. И в хадисе сказано, что шайтан, он бегает внутри наших вен. То есть таким образом шайтан раздувает вот этот гнев и заставляет человека гневаться. И если человек во время гнева произносит слова «Аузу биллях имена шайтана раджим», то есть прибегает к Аллаху от зла шайтана, то шайтан просто покидает его, отходит от него, и таким образом он будет, он успокоится. Он успокоится, то есть сможет сдержать свой гнев. Также посланник Аллаха, алейсаляту ассалям, учил нас совершать омовение во время гнева. То есть если человек разгневался, будет хорошо, если он совершит омовение, и тем самым он успокоится. То есть сдержит свой гнев, да? Почему омовение? Потому что гнев, он от шайтана, мы сказали, да? Шайтан создан из огня. Огонь мы тушим чем? Водой. Поэтому если человек совершит омовение во время гнева, то тем самым он потушит свой огонь. Также важно во время гнева придерживать свой язык, молчать. Пророк Мухаммад Алейсалям говорит, «Тот, кто разгневался, пусть молчит». Пусть молчит. Почему? Да потому что, опять же, человек разгневался, он теряет рассудок, он не может контролировать себя, он произносит такие слова, обидные слова, да? Такие слова, которые могут обидеть человека. Опять же, тот же самый талак, или же может унизить какого-то другого своего собеседника, или же друга, да? То есть может произнести такие слова, о которых впоследствии будет сожалеть. Поэтому порок Мухаммад Алейсалям говорит, «Если разгневался, то молчи». Также во время гнева, для того, чтобы сдержать свой гнев, важно вспомнить о том, какая награда Всевышнего Аллаха, Субхану Ата'ала, предусмотрена для тех, которые сдерживают свой гнев, для терпеливых, да? Аллах Субхану Ата'ала говорит, «Васари'у иля махфирати мирраббикум мадженнатина арудуха ссамават вал ард уиддат лил муттақин аллазина юнфикуна фиссарра и ваддарра и валькалзибин алгайз валлах юхиббал махсилин». То есть Аллах Субхану Ата'ала говорит, «Спешите к довольствию вашего Господа и краю, обширность которого равна обширности небес и земли». То есть спешите заслужить довольствие Аллаха, спешите заслужить райских наград. То есть совершайте благие деяния, хорошие поступки, да? Чтобы заслужить это. Рай, обширность которого равна обширности небес и земли, который уготовен лил муттақин для богобоязненных. Кто же это богобоязненные? Аллах Субхану Ата'ала описывает богобоязненных и говорит, «Аллязина юнфикуна фиссарра и ваддарра» те, которые тратят свое имущество, то есть дают садака, милостыню, будучи в богатстве или же в бедности, неважно, и те, которые сдерживают свой гнев, и которые прощают людей. То есть сдерживающие гнев, они богобоязненные, а этим богобоязненным Аллах Субхану Ата'ала обещает райские награды, довольствие Всевышнего Аллаха. Последствия вот этого гнева, к сожалению, они чреваты тем, что часто они просто неисправимы, да? Или же тяжело исправить. Они могут раздуть такую проблему, с которой человеку будет очень трудно впоследствии даже жить. Пророк Субхану Алию Ассалям всячески побуждал нас к тому, чтобы мы были в состоянии спокойствия и не гневались. И Пророк Субхану Алию Ассалям говорил, если вы гневаетесь, то гнев — это от шайтана. Поэтому шайтан из огня, и чтобы потушить этот гнев, вы должны взять омовение. Если вы стоите, то вы должны сесть, если вы сидите, то вы должны лечь. Но если мы не можем сделать эти действия, мы можем сделать другие действия, которые, скажем так, поменяют положение дел. То есть если мы находимся в каком-то кругу и там начали гневаться по какому-либо вопросу, то нам просто надо покинуть это общество, этот круг, условно говоря, немного прогуляться, подышать свежим воздухом, и смена этой обстановки приведет к тому, что мы придем и трезво оценим ситуацию, стоит ли гневаться или нет. И последний момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что Пророк Субхану Алию Ассалям говорил, что гнев — это такое чувство, посредством которого можно проверить человека. И он говорил, сильный является не тот, кто силен физически, а сильным является тот, кто может овладеть собой в момент, когда гнев одолевает его. То есть, насколько мы быстро и качественно, насколько мы быстро и оперативно сможем справиться со своим гневом, является показателем того, насколько силен наш имя. И Пророк Субхану Алию Ассалям говорил об этом в своих хадисах. Человек должен помнить, что когда он гневается, то гневается на то, что произошло по желанию Аллаха. А раз так, то как мы смеем ставить свое желание вместе, впереди желание Всевышнего Аллаха, когда он желает совершить то, чему суждено произойти, по его же воле. Также во время гнева полезно помнить и о своем облике, ведь разъяренный, потерявший контроль над своими чувствами человек, похож на бешеную собаку, что абсолютно противоречит поведению пророков и наставлениям наших праведных ученых. Поэтому во время гнева необходимо держать себя в руках и склонить свою душу к достойному поведению, тем самым подражая лучшим истворению Всевышнего Аллаха. Да, конечно, не все сразу может получиться, но помните, что с терпением, а в данном случае и вниманием к своему поведению, успев себя остановить в нужный момент, и взяв это за правило, мы, даст Аллах, добьемся успеха в этом вопросе. Добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями Марат Бигжанов. Ассаляму алейкум. Варахматуллахи. Баракату.